С вами Биг Билет ТВ, меня зовут Юлия Нагорная. Сегодня мы узнаем, как живет Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова. Пройдемся по закулисью, поговорим с артистами, ну и, конечно же, со зрителями и будем смотреть постановку Пушкин. Здравствуйте, Сергей. Очень рады познакомиться с вами лично и, наконец-то, прийти к вам в гости. Первый вопрос хочу задать, связанный с вашим фондом, который вы основали в 2013 году с вашей супругой. Какие успехи сейчас вы можете отметить? Ну, большое количество спектаклей, постановки для Губернского театра, понятно, мы делаем постановки, потому что фонд, конечно же, необходим для театра, который я возглавляю, Московский Губернский театр. Фонд — это поддержка социокультурных проектов Сергея Безрукова, а поскольку я хочу сотрудничать для театра, то, естественно, для меня очень важно это развитие Московского Губернского театра. Огромное количество мероприятий, в том числе и благотворительные, тоже проводили, и проводим, и будем проводить. Поэтому, на самом деле, объем работы довольно-таки серьезный. Вы адаптируете свои постановки для незрячих людей. Как это происходит и в чем особенности? Идея Ирины Безруковой, моей супруги, заключалась в том, чтобы сделать театр доступный для людей незрячих, слабовидящих. Для этого нужно просто было обучиться Тифло-Комментированию, что она и сделала вместе с актрисами Московского Губернского театра. Сама техника несложная, это кабинка, такая же, как кабинка для любого перевода. Наушники тоже, на самом деле, элементарные, хорошие, правда, наушники, которые человек незрячий одевает. И дальше он слышит комментарии того, что происходит на сцене. Все, на самом деле, очень просто. Самое главное изучить специалиста, обучить специалиста. Потому что изучение этой профессии, навыкам и основам профессии Тифло-Комментирования, это довольно серьезное занятие. Для этого нужно пройти серьезное обучение. Ирина прошла серьезное обучение, она получила профессиональный сертификат работы Тифло-Комментатор. Горячие Тифло-Комментирование. Поэтому в нашем театре есть такая услуга, появилась. А к великому сожалению, пока это единственный театр, в котором есть эта услуга – Тифло-Комментирование. Вы уже достаточно давно пробуете себя в роли режиссера. Является ли режиссура какой-то следующей ступенью в развитии актера, в его мастерстве? Режиссура – это диагноз, так же, как и актер. Если ты в состоянии чувствуешь, что ты можешь придумать совершенно оригинально и доселе, кто-то, может быть, не пробовал такой вариант, такого прочтения. Режиссер – это фантазия, в первую очередь. Фантазия, фантазия, еще раз фантазия. Парадоксальность мышления. Одну и ту же сцену можно просто парадоксально. В ней увидеть то, что, может быть, до этого не видели другие режиссеры или исполнители этих ролей, когда ты видишь роль совершенно по-другому. И актеру советуешь сыграть именно так, а не иначе, когда ты разбираешь каждую роль и находишь какие-то совершенно потаенные, такие глубинные смыслы, которые, оказывается, заложены в этой пьесе. Оригинальность, конечно, приветствуется, парадоксальность, оригинальность, эпатаж в меньшей степени, эпатировать публику, я думаю, что это последнее дело. Эпатировать можно чем угодно. Как режиссер, вы человек строгих правил, вы консерватор или как вы можете охарактеризовать свой стиль руководства? Я абсолютно импровизатор, я очень живой в репетициях. Я играю сам и с моими артистами работаю как педагог, потому что я могу и научить, потому что уже, наверное, по возрасту, просто по опыту уже могу что-то передать. Я думаю, что с годами будет еще больше опыта, который можно передать. Если ты в состоянии передать опыт, то тут уже одно только желание. Потому что если ты в состоянии передать опыт, но нет желания, это другой разговор. А если у тебя есть еще и желание передать опыт, тогда ты становишься педагогом, режиссером, начинаешь учить артистов, обучать молодых, потому что очень много в губернском театре молодых артистов, которые только лишь буквально закончили театральный вуз. Либо молодые артисты, которые уже работают в других, поработали в каких-то других театрах, им не хватает опыта. И они приходят, и на репетициях они получают этот опыт, приходят как такие сообразные мастер-классы, которые я устраиваю в работе над той или иной пьесой. Сейчас до нас доносятся звуки подготовки к спектаклю, который мы будем смотреть, спектакль Пушкин. Давайте в двух словах дадим некую затравку зрителю, в чем особенность. Люблю масштабные постановки, люблю тяготею к этому, чтобы действительно это был сложный постановочный спектакль. А в спектакле Пушкин есть и экран, есть и декорации совершенно уникальные. Акинф Белов, мы с ним вместе придумали очень, мне кажется, на мой взгляд, потрясающее решение. Декорации, эти белая колоннада, исписанные пушкинским почерком, ощущение просто какой-то воздушности. Есть эти перелистывающиеся страницы, занавесы, суперы, исписанные почерком Александра Сергеевича, его рисунки. Ощущение большой книги, которую открывает перед нами книга Пушкин, которую мы открываем. И начинаем листать страницы жизни. И с отвращением, читая жизнь мою, я трепещу и проклинаю, и горько жалуюсь, и горько слезы лью, но строк печальных не смываю. Пьеса моего отца «И жизнь, и слезы, и любовь» — романтическая драма. Здесь есть отступление, потому что это литературное произведение, это романтическая драма. Но, тем не менее, очень много фактов исторических, автобиографических, которых, к сожалению, зрители и не знают. Порой приходят и молодежь, и взрослые, которые отмечают для себя, что, допустим, этого факта они в жизни Александра Сергеевича Пушкина и не помнят. Что-то забыли еще со времен обучения в общеобразовательной школе. Для многих Пушкин — это хрестоматия. И отсюда уже какое-то неживое восприятие Пушкина. Ну, это как раз в программке написана моя прямая речь о том, что мне бы очень хотелось, чтобы все-таки Пушкин перестал быть запыленным томиком стихов в библиотеке родителей. И Пушкин в пьесе отца и в моей постановке живой, любящий, страстный. А хулиган вполне возможно и допустимо, потому что он таковым и был. Если вы почитаете Пушкина, понятно, что нужно читать дозированно. И для людей продвинутых, которые читали много произведений Пушкина, можно почитать и хулиганские стихи. Он был озорной, он был хулиган, как все гении. Им не было чуждо. Они пили жизнь в полном объеме, они пили ее большими глотками. Они любили жизнь, они любили ее страстно. Поэтому все это есть в спектакле. Жизнь страстная, темпераментная. Любовь, конечно же, Натали Гончарова, Венчани. В отношении с государем Николаем Первым. Есть Бенкендорф, есть Пущин, есть расстрел на Сенатской, есть трагическая дуэль в финале. Есть та самая жизнь, которую для себя зрители открывают заново. Ибо по финалу они даже не предполагают, насколько Пушкину тяжело жилось. Выходить на сцену и играть в этой истории – это большая ответственность. Мы ее осознаем, мы это понимаем. Но когда после спектакля люди уходят с ощущением того, что они почувствовали абсолютно пушкинское, живое слово, живого Пушкина, увидев, да, исполнение, актерам, но тем не менее, пушкинскую эпоху, живое восприятие Пушкина, хочется перечитать. А Сергей Безруков для BigBillet.tv Мы давно мечтали попасть именно на этот спектакль. Наверное, в течение года хотели попасть именно на Пушкин. И поэтому такой подарок на 8 марта. Не могли себе в этом отказать и очень рады. Мы первый раз в театре. Нам очень хочется посмотреть спектакль Пушкина. Мы очень рады, что мы сюда попали. От здания восторги и перескушаем спектакль. Во-первых, хотели посмотреть на Сергея Безрукова. Он мне нравится как актер. Хотела посмотреть, как он в этой роли. Ну и вообще Пушкин – это русский великий поэт. Поэтому Пушкин. И 8 марта мы думаем, что Сергей Безруков в очередной раз нам преподнесет сюрприз. На самом деле, лично я, я не из тех актрис, которые актеров, не знаю. Но вот некоторые так умеют перешагивать и как-то отключаться, забывать, сразу же заниматься чем-то другим. Мне нужно какое-то время. Потому что каждый раз переживаешь слезы, боль. И нужно вот какое-то время потом, чтобы прийти в себя. И каждый раз, не знаю, как последний раз сыграешь. Расскажи, пожалуйста, как у вас здесь живется? Внутри театра, вот в тех местах, которые зрителю особо-то и не видны. У нас очень хорошо. И действительно, это второй дом, так как здесь проводишь очень много времени. И, не знаю, у нас очень дружный, хороший коллектив. И это именно то место, вот даже когда приходишь домой, хочется побыстрее, не знаю, там, поесть, умыться, поспать и снова приходить сюда. Ну, правда, очень здорово, очень дружеская атмосфера. И, ну, каждый раз как на праздник просто. Вообще, когда мы гримируемся, у нас с гримерами очень хорошие отношения. Мы репетируем, в принципе, прогоняем всю сцену. Девчонки уже давно выучили все эти слова, весь текст. Поэтому я выхожу уже отсюда достаточно таким наполненным. И мы уже подготовлены ко всем злодеяниям, которые... А что-то есть для меня грима, чтобы выучить текст строки. Да, да, мы уже давно работаем вместе, поэтому... Обычно я сдаю свою реплику Юле, а Юля мне отвечает текстом Натали. Я, значит, когда захожу, я говорю, Натали, Натали мне на это отвечает. Компромевую. По-моему, она стесняется камеру просто. Все-таки кто-то должен заниматься своим делом, а кто-то своим делом. И каждый должен свое делать хорошо, я так думаю. Юля прекрасный гремел. Текст забывает. Ну, ничего, забывает текст. Сначала, когда спектакли стали обновлять, я пробовался на роль царя. Но в связи с тем, что не очень вышла роль, которая пробовалась, Сергей Витач продолжил попробоваться на роль Дантеса. А вот это как-то получилось, пошло. К тому же у меня есть еще видео в спектакле. Первый вопрос, который мне захотелось задать, когда я вас увидела, насколько комфортно вам перемещаться и носить на себе вот такой серьезный костюм? Ну, на самом деле, у артистов, что называется, работа такая. Комфортно, некомфортно, будь любезен. Но на самом деле, мне комфортно. Во-вторых, этот костюм как-то подтягивает меня, что называется, или так, можно сказать, собирает меня и внутренне, и внешне. Но на самом деле, я уже привык, потому что, сколько, я уже его ношу полчаса. Нет, час, час. Поэтому все в порядке. Вот вы играете такого достаточно сложного персонажа. Я хочу узнать, вот какими своими личными качествами вы его наделили? Актер как инструмент работает своими нервами, своими размышлениями, своими мыслями. То, что принес, это, что мне, может быть, я даже не касался никогда этого. Это государственный человек, я бы даже сказал, государственный муж, который своими словами, тем более поступками отвечает не только перед государем, не только перед, так сказать, Богом, хотя тогда это был далеко не пустой звук, но перед своей совестью. И вот быть откровенно ответственным в роли, вот это, мне кажется, самое основное. По крайней мере, сейчас я так это чувствую, потому что вообще у меня сегодня первое, так сказать, ввод срочный... Почему вы заставляете меня улыбаться? Мы серьезно... Я не знаю, даже у вас как-то вот мой костюм как-то не дисциплинирует почему-то. Вот. Поэтому вот это, мне кажется, самая главная черта этого персонажа, которого вот сегодня, я очень надеюсь, все будет хорошо. А мы будем ждать. Друзья, обязательно приходите, потому что это то, что непременно стоит посмотреть. Очень нравится, я обожаю Безрукова. И вот, наконец-то, мы уже... Да, я очень рад, что, наконец-то, жена меня вывела вот именно на Пушкина, хотя я больше хотел на Хулигана, но Пушкин безумно понравился. Я считаю, что поставлено очень классно. И хотя это перекликается со сценами фильма, с какого-то, да, я думаю, но оно дополняет, встроено в спектакль так, как будто это все в единых вещах. Ну и кто знает Пушкина, а я его знаю, ну, скажем так, достаточно неплохо, Я скажу, что очень мы с внучкой здесь, и она воспринимает все так, как есть. Вообще, как-то очень все живенько, восприятие такое Пушкина. Видимо, он был действительно человеком со всеми слабостями и страстями, поэтому все нравится. Не корите меня, не враните, Любить я его не могла, Полюбивши же все, что я пела, Все ему я тогда отдала.